на кухню захожу лежит всегда так где-нибудь теплое местечко найдет уляжется на бочок и загорает и все нормально на пленку не жарко глава ведь в тени все остальное на солнце пузо пузо саша называет его кабачок толстый кабачок да все лежили же пришел я тут сделать ревизию в аптечке честно говоря в аптечке лекарства вообще 6 до маленько это большинстве случаев вот коробки которые очень много места занимает короче надо сейчас все это прибрать выкидывать то что уже то что уже и срок годности стек ну ладно приступим всем большой привет доброго дня сейчас нас время уже почти три часа дня я хочу что-нибудь приготовить на ужин и буду готовить не что-нибудь а буду готовить батат впервые жизни никогда его не готовила тут где-то наверное неделю может не 10 назад в гипермаркете магните купили батат я давно о нем слышала но никогда не пробовала решила попробовать он кстати не дешевый он стоит 200 рублей килограмм он идет вот в таких клубнях таких похож что ли на репу то ли на картошку непонятного вида я его сейчас не и его батат он мой я его сейчас помыла хочу нарезать на ну ладно буду снимать и покажу вам что как я делаю вот такой бататик для нарезки может быть конечно потребуется хороший нож да может тут нужен острый потому что очень сложно режется на вкус говорят что это как что-то среднее между тыквой моркови потому что на вкус немножко слабковатый сейчас попробуем так внутри он выглядит давайте попробуем что на вкус сладкий реально похож на морковь да точно морковь на плен тут как хотите посмотреть вот он вот он ты тоже хочешь батат попробовать ну давай попробуем что-то не хочешь мне нравится ну конечно это же не морковь это батат хочу посыпать чесноком вот так у меня чеснок есть гранулированный хотя можно даже и использовать обычный чеснок но я вот видела в рецептах что такой сушеный чеснок чесночок больше чтобы было более затем перчик и добавлю наверно я свою дугийскую соль вот такую потому что здесь есть приправки так посыплю и вот такой вот у меня есть еще масло extra virgin оливковую посыплю на плен посыплю в полью примерно столько перемещаю все я сейчас подожду минут 20-30 пусть немножко промаринуется напитается вкусом чеснока перца вот и потом поставлю в духовку этот ходит за мной по пятам куда я туда и он да ты что ты на диван хочешь ты сюда ко мне стирку меня вот повесила и белье сижу смотрю фильм заражения нажимаю на кнопку ночью это у меня не включается не загружается этот фильм 10-то на диван пойдешь пойдем пойдем двигайся давай вон туда иди все ложись будем здесь будем здесь лежать смотреть ну чё включается и прям песен смотрю этот фильм ну конечно да не дай бог что в этом фильме было будет нашей реальной жизни фильм кстати 2011 года представляете столько повторяющихся фактов просто даже как-то шоке что мой любимый что такое тут хочешь игрушку кого-то надо лягушку вот эту лягушку квакушку на на стелим на противень пергаментную бумагу как в рецепте написано не знаю для чего и укладываем бататик надеюсь будет вкусно стараюсь стараюсь делаешь душу вкладываешь там есть никто не будет стоит ли мы дорого 200 рублей килограмм мясо можно купить свинина правда доведен стоит дороже духовку меня разогрелась серединку все вот так первый раз будем пробовать салат огурцы помидорка перец постный майонез у саша он там язык в желе создавая попробуй батат как тебе понравится нет батат говорит попробуй понравится тебе нет что скажешь какие впечатления на что похоже вкус на картофель да сладкий как будто его заморозили погребы там еще соус такой специальный сациви делает он молотит но из кефира добавлять кефир чеснок соленый огурец так он солененький должен быть и макает туда поэтому я салат сделал салат закусывать тоже очень надеюсь до язык а там стать все полезно там эти есть желе для костей полезно все делал все ладно приятного аппетита не сама штук вот прям чуть-чуть попробую будем есть у нас практически вегетарианское блюдо за исключением того что у нас язык на столе лежит чей-то хочу сказать про вкус батата батат в принципе вкусный прикольный но не хватает вот именно вот этого соуса которые в в рецепте я когда в интернете нашла макать вообще на вкус похож как будто это и морковь запеченная и на тыкву и картофель вот три в одном но так прикольный вкус необычный для на для нас для тех людей которые вообще никогда не пробовали не ели это вообще из америки приехал такой это вообще на самом деле не овощи это в юн юн представляете то есть это вот корнеплоды в юна и юна стоят они тех денег ну сколько стоит 200 рублей килограмм но один раз можно попробовать лучше наши тыквы ничего нет и картошки привет всем скажи всем доброго утра да да и тебе достанется конечно такая вкуснятина ну что привет всем всем доброго утра завтрак у меня время полдесятого какой у нас третий день выходных путинских так у меня чудес два яйца бутерброд с колбаской и кофе с молоком и с медом с ложечкой и тебе даст конечно обязательно ты голодный и тебе тоже достанется но все ладно буду завтракать утро началось вернее день начался что будем снимать течение дня я не знаю сидим все на самоизоляции на улицу не выходить тихо 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 не нервничать алина спит саша уехал по делам у него никакой самоизоляции нет он не собирается самоизолироваться до а мы будет 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 тебе будет так сейчас саша занимался вот чем обновил сетку на окнах купил новую вот эту вот и натяну на рамку у нас их несколько вот кстати видите она какая была порвана некоторых местах тут уже скотчем заклеены но для одной это не хватило придется еще покупать вот эти дырочки тут вот а это уже все это уже обновленное вот единственное что мне нужно помыть окна но окна пока я мыть наверное не буду сегодня прохладно вот я тут что делаю тут смотрю ютубчик и ногтями занималась видите сняла гель-лак сейчас хочу новую нанести цвет вот пока вот этим занимаюсь алина валяется отдыхает всем привет сейчас наверно уже обед сбудем 12 тут вот тут вот моя машинка хорошая очень классно кстати решила я такой вот бордовый лак сделать это еще первый слой так ну вот я сделала на руке на другой руке как всегда на правой руке у меня более поаккуратнее получается как ни странно да длина конечно длинноватая но может быть потом подпилю когда уже будут они у меня вот так врезаться не люблю когда они не впиваются в руку здесь кстати не ровно видите ну и ладно ну и пойду саша молодец да саша кто молодец саш молодец и ты молодец конечно хочу сейчас кофе попить сделала себе таким бомбарчиком и ты тут как тут хвостик мой да я ушла с кухни там саша потому что занимается этими рамами и вернее с сетками и там окно он открыл и холодно там ему все жарко да дай мне лапку ой ты молодец ты печеньку хочешь да печеньку ну ладно сейчас сейчас да 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 там чем мы любим такая печенюшечка на чуть-чуть себе все и вон там крошка еще лежит вон собери молодец все иди беги иди гуляй все иди 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 нечего тут стоять прошайничать Dinge у меня тут прилегла ногти я сделала на ногах кстати тоже хочу покрытие сделать этот ко мне прилег смотрите на плечо прямо лег вот Машинка еще стоит Этот дрыхнет Причем, знаете, так громко сопит Саша там на балконе На стэ переходит Я вот столько не смогла Мне просто тупо не хватило бы Терпение Монотонно вот так идти Идти, несмотря на то, что там у него Музыка в наушниках орет Я, нет, я не люблю Такую монотонность Поэтому Для меня прикольнее бегать Даже на том же самом стадионе Но так вот На балконе там Не знаю, скучно Можно еще телевизор Включить там Ну, какой-то фильм Видео на ютубе Я вот смотрю частенько Ну, просто так вот ходить Нет, это не по мне Мы лучше с Наполеоном полежим Вот так вот, да? Слышите, как он сопит? Это вообще Видите, вообще Да ты че, мой хороший Смотрите, какие ноготочки Тут вот видно, что неровно Покрытие Так вот Так Так Мельком, если посмотреть, нормально Кто там? Соседи ходят, да? Ох, Наполеон не дает спать Соседи А, это Алина с Наташей Алина с Наташей Пришли Да, блин, кто там? Кто там, ну, блин? Ой, кто там пришел? Кто там? Какой удобный вообще Привет Привет Не надо, я снимаюсь Как обычно, Алина Скажи всем привет Все, пока Поставила сегодня уже вторую стирку Вот, сейчас Готовлю ужин Мясо по-французски решила сделать Целый противень сделала Для того, чтобы Завтра не готовить Мне уже, честно говоря, не хочется готовить Уже каждый день И чуть все съедается очень быстро Так, традиционный вид из окна На улице похолодало На улице у нас сегодня Ноль градусов И, кстати, чуть-чуть Даже снег был Прям вот чуточку Такие дела Так, что вам еще рассказать? Рассказать-то больше нечего Рассказать-то больше нечего Из дома сегодня не выходила Хотела сегодня дойти до фикс прайса Хотела там поменять я свой топ Все-таки Размер мне не подходит Надо поменьше взять Если, конечно, там не будут против Обмена Вот Не знаю, может, думаю, сейчас пройтись Прогуляться Потому что Может быть С мопсиком гуляют Девушка с мопсом гуляет А, кстати, про мопсы Кто смотрит Мама-отличника Там Елена Павловна Купила себе мопса На свою голову О, я не знаю Люди вообще Главой думают Когда берут Собак Кошки, ладно Понятно Они Целыми днями дома Как говорится Кошка, которая гуляет Сама по себе А собаками Другой нужен Уход С ней нужно и на улицу Погулять Выгулять И дома Тоже особенность Сейчас вот Щеночек у нее маленький Очень такой резвый Бегает везде Гадит везде Елена Павловна Она вообще сама по себе Очень Женщина Чистоплотная И, естественно Вот это вот Везде лужи Ее раздражают И Я боюсь, что как бы Этого щенка Джорджика Или Тедди, как они его назвали То она его Тедди называет То Джорджем Они не Она, вернее Не отдала бы обратно Заводчику Или просто Не отдала бы его Какие-нибудь другие руки Вот Жалко Жалко, конечно Собаку будет Ну Не знаю Может быть Может быть Они, конечно И свыкнутся С ним Я смотрю Там Михалыч Вроде как бы Нормально Хорошо Относится К нему Но Лёва Как-то это Сторонится Стороной Вопрос Для чего нужна была собака Вообще Нужно было Для чего Ее заводить Опять же Для того Чтобы Был какой-то контент Чтобы люди Говорили Комментировали Мы тут Недавно Ну как недавно Год назад Саша Приводил Тоже От своего друга Щенка Привозил И Ну Так В гостях Чтобы он у нас Побыл Посмотрел Вообще Как Наполеон Будет реагировать Думали Просто мы Второго взять Я хотела Голову Я все Просила Саша Давай возьмем Голову Попробуем Вот Он принес Два дня Он у нас Побыл Наполеон Вообще Никак Каким образом Не воспринимал То есть Ну И сам Он начал Как бы Плохо Весь такой Расстроенный Был Страсть У него Был Что В квартире Появилась Еще другая Собака Вот И так же Касается И у Елен Павловны Кошки Кошка Там вообще В шоке Что В семье Появилось Еще одно Животное Да Я так считаю Что все-таки Если в семье Есть кошка Нужно Ограничиться Кошкой Если в семье Есть собака Еще одну Еще одного Животного Не знаю Стоит Не стоит Заводить Нужно Смотреть От реакции Самого Животного Как у нас Например Это было Вот так Так что Сто раз Подумайте Вообще Нужна ли вам Кошка Или собака В доме Потому что Это честно говоря Такая большая Буза Собаками Это вообще На 15 лет Это как минимум Это нужно Собаку выводить Гулять Два раза в день Как минимум То есть Несмотря на погодные Условия Дождь Снег Мороз Зной То есть Если вы на это готовы Вы чувствуете Душой Что вам это нужно То Да Берите Заводите Но если У вас Минимум Свободного Времени Если вы Часто Бываете В разъездах Не можете Взять С собой Животного То Категорически Нет Категорически Нет Потому что Собака У вас Или кошка Будет Абсолютно Без присмотра Несмотря на то Что если Например Там У вас И Знакомые Есть Друзья Родственники Которые Могут Приглядеть У Животного Должен быть Свой Хозяин Вот Так что Так Кто Надумывает Завести Животного Подумайте Сто раз Надо ли Вам Это Так Мы вот Начали Собирать Луковый Шелух Это Саша Мне Сказал Давай Собирай Потому что Впереди Пасха И он Будет Красить Яйца Вот Поэтому Луковая Шелуха Нужна Буду Потихонечку Копить Сюда Сначала Хотела В пакет А потом Такая Думаю В пакете Не очень Удобно Ладно Баночку Убрать Только Нужно Куда Нибудь Не на Веду Ее Держать Вот Эти Банки Сладимся Мужинать Капусточка С маслицем С луком Мясо По-французски Маленькая Моя Рюмочка Маленькая Рюмочка Чтобы Убить Всех Микробов Чтобы Не болеть Да Саш У Саш Тоже Рюмочка Приятного Аппетита И Приятного Аппетита Вам Кто Сейчас С нами Тоже Уберить Будет Редактор субтитров Корректор А.Кулакова